За два часа до рейса заступающий экипаж должен пройти медосмотр. В него входят измерения пульса и давления и проверка на алкогольное и наркотическое опьянение. Правда, снимать в медпункте нам не разрешили. После медосмотра пилоты удаляются в отдельную комнату. Только здесь они узнают информацию о маршруте, количестве пассажиров и погодных условиях. Важно учесть все. Осадки, влажность, скорость и направление ветра. Причем не только тех городов, откуда стартует самолет, где финиширует, но и всех, через которые он будет пролетать. Это финальное принятие решения всех служб, которые готовили. Это готовила метеорологическая служба, готовила нам документацию, навигационная служба, готовила службу по подготовке годности аэродромов. Все это сейчас собрано воедино, нам надо проанализировать и принять окончательное решение. Вариантов два – лететь или не лететь. В нашем случае условия подходящие, поэтому следующий этап – проверка самолета. Хотя это командная работа, обязанность пилота все равно перед отправкой лично обойти воздушное судно. Минимальное время от рейса до рейса – два часа. За эти 120 минут самолет не отдыхает ни секунды. И снаружи и внутри его активно подготавливают к следующему вылету. Первое – дозаправка. Топливо по шлангам подается через крыло. Количество бензина при этом измеряется тоннами. Одновременно с этим специальная машина грузит и увозит бак с отходами. Другой автомобиль привозит контейнеры с едой. На третью машину складывают багаж. Между тем инженеры внимательно осматривают турбины, шасси и другие механизмы. В это время внутри самолет моют и пылесосят. Стюардессы готовят прессу, меняют наволочки на подушках, проверяют спасательное оборудование и готовятся встречать пассажиров. Примечательно, что один самолет обслуживают десятки людей. У каждого определенные обязанности, но все действия совершаются одновременно. Есть определенные послеполетные процедуры, которые я обязан выполнить, в том числе частичная и бумажная работа. И подготовить самолет, ну не самолет, а кабину уже для следующего экипажа. Там есть определенные процедуры, которые расписаны. Но это занимает около 20 минут. Когда все готово, пассажиров приглашают на посадку. А те, кто переживает и боится перед каждым полетом, могут брать пример с пилотов. Мне? Мне не страшно. Я уже летаю 34-й год, наверное, больше, чем вы живете на этом свете. Мне кажется, в шахте гораздо страшнее. Сотрудники аэропорта и члены экипажа и в праздники, и в обычные дни работают одинаково. Да и правила для всех посетителей одни и те же. В секретные места не пускают никаких гостей, даже прессу. Нам не показали ни багажное отделение, ни кабину пилота. Но заверили в том, что если пилот или кто-либо другой за время проверки воздушного судна обнаружит в нем хоть малейшее отклонение, полет непременно отменят. Ирина Мокрецова, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.